Добрый вечер! 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 силу притяжения земного. Мы не можем отменить свечение солнца, свет, смерть. Мы не можем голод отменить, смерть. То есть, естественно, законы нашего бытия, они нам даны помимо нашей воли, они даны нам как те условия жизни, которые мы рождаемся, в которые мы входим. Хотим мы этого или не хотим. И поэтому их надо просто знать и соблюдать эти условия нашего бытия. А всякий человек, который их начинает оспаривать и подвергать сомнению, что это правильно или неправильно, что это так или не так, что хочу я или не хочу этого, но он самообманывается, потому что можно, конечно, с Богом спорить. Можно, конечно, отвергать его, даже не то, что его заповеди, но даже само бытие Божие можно отвергать. Но это ничего не изменит в жизни человека в лучшую сторону, только ухудшит ее, потому что рано или поздно человек все равно предстанет пред Богом. Рано или поздно все равно он умрет, все равно он будет на судище Христове пребывать. Хочет он, не хочет, верит, не верит. Значит, будет он что-то там говорить, не будет, это уже будет не важно, потому что если он здесь, в этой жизни не обрел четкой позиции с Господом, бытие с Богом и последование за Христом, то там он тоже будет без Бога. И, собственно, мы призваны все, начиная с нашего правоца Адама и праматери Евы, мы призваны все идти за Господом и обожествляться. То есть мы должны быть, вот как нам в раю бесы говорили, что быть как Боги. Мы и призваны быть как Боги, только не через то древо искушения, через которое сатана пыталась нас, так сказать, и низверг из рая на землю. То есть это дерево познания добра и зла, оно не дает нам святости. Святость дает только исполнение воли Божьей. И вот к этому мы и призваны. И это наша цель жизни. Опять же, хотим мы этого, не хотим, но это надо просто принять и следовать этому. То есть это есть смирение, да? Смириться с промыслом Божьим. Ну да, ну мы вот всегда, когда читаем Евангелие Пресвятой Богородицы, о ее призвании к рождению Сына, Господа нашего Иисуса Христа, мы видим, как она отвечала от ангелов. Она же сказала, сироба Господня, да будет мне по воле Его. Вот коротко и ясно. Вот если бы мы все так вели себя, то мир стал бы намного проще, лучше, и мне бы стало легче жить. Потому что, если бы мы все были рабы Господни и по воле Его делали, то это было бы самое, так сказать, простое и ясное жительство на Земле. А чем больше мы отходим от воли Божьей, чем больше мы своей воли проявляем, а за нашим своей волием стоит бесовская воля, тем больше мы вносим в этот мир бесовских действий через нас, производимых, тем больше мы запутываем ситуацию, тем больше мы ухудшаем наше положение. Да, и сами себе вредим, да, сами тревожим, сенервничаем. И себе вредим, и окружающим вредим, и вредим даже нашим потомкам, потому что в Библии сказано, грехи родителей на детях до седьмого колена. То есть они еще не разделись, а уже наши грехи на них ложатся. И, конечно же, то, что мы искушаемся, а из-за этого начинаем чувствовать дискомфорт духовный и душевный, то, конечно же, это также ответ на наше непослушание Богу. Мы можем себя чувствовать спокойно и радостно только с Богом. Без Бога мы не можем обрести покой истинный, духовный покой и радость, истинную духовную радость, мы также не можем обрести. Разбираем с вами по предложению, по деталям, да. То есть однажды изгнал Господь беса, который был нем. Да, и когда бес вышел, немой стал говорить. Немой, приведенный ко Господу, он не мог только говорить, но еще или слышать тоже не мог. Ну, он был, да, глухонемым по, так сказать, другим Евангелиям. И вот это вот удивительное такое изменение его жизни, но, представляете, человек глухой, немой, и он не может, он видит только картинку, да, звука, он не слышит и сам производить его не может. Конечно же, для него это было величайшей тяготой, он был отрезан от множества интереснейших моментов этой жизни, потому что только через слух мы можем познать множество заповедей Божьих или каких-то интересных вещей в этом мире, узнать, что же это за растения или что же это за птички, то есть как они живут. То есть вся информация, она к нам входит в душу через определенные окна, да, через окно зрения, через ощущения, вкусовые запахи и вот в том числе слух. Если это все закрыто, то, конечно же, человек обездоленно считается. И здесь этот такой тяжелейший крест на него наложил бес, когда вошел в этого человека и, можно сказать, заткнул ему рот и уши, и человек не мог ни сказать ничего, ни услышать ничего не мог. И таким образом бес, издеваясь над ним, он его низвел человека до существования животного, то есть до бессловесного существа низвел человека бес. Издеваясь, повторюсь, над этим человеком. Потому что бесы, если берут власть над человеческим каким-то существом, они его буквально в грязь пытаются втоптать и всячески издеваются над ним, доказывая его просто существование, его животное существование. То есть они к людям относятся как к соперникам, как к тем, кто восходит на их места, потерянные ими в раю. И поэтому, когда они видят то, что люди праведников замещают их на их утерянных местах в Царстве Небесном, они, конечно же, пытаются всячески этому навредить, препятствовать и доказать, что они ну совсем не как ангелы, а не как животные. И вот в этом зависть бесовская, злоб бесовская, она просто вот кипит против рода человеческого. Да, мы видим здесь влияние беса на телесную болезнь. А как вот определить, например, да, сейчас в наши дни, например, человек глухонемой. Может быть, в нём бес? Как вот определить? Как они влияют? Ну, нам это определить невозможно. Мы же не Господь. Да, это только Господь может, я думаю. Ну или люди, которым известна воля Божия, то есть прозорливые люди, которые своей доброй жизнью, праведной жизнью заслужили такое вот откровение Божие. Вот как можно таких людей избавить от такой напасти? Потому что, действительно, может быть, это какое-то повреждение при родовой травме, например, и поэтому человек там остался глухонемым. Или, может, генетическое нарушение, то есть необязательно беснование. Но вот есть и бесноватые. И, ну, самой простой возможностью проверить, бесноватый человек или нет, это посмотреть, как он реагирует на святыня Божия, церковные святыни. То есть к мощам может ли он спокойно подойти прикладываться к причастию, к молитве, к исповеди. То есть, если человек к святыне подходит беспрепятственно, то, скорее всего, он необязноватый. Если же он чувствует препятствия, и некоторые даже в храм войти не могут, то это явное беснование. А вот, вообще, вот телесные болезни, да, ведь в какой-то степени, да, она же все равно является последствием греха болезни, все равно это, то есть вот бесы есть разные, мы говорим сейчас об одержимости, когда беснование совсем полное, когда человек обладевает бес, да? Но в какой-то степени, наверное, и каждый человек подвержен, да, влиянию беса? Ну, вообще, вот если вспомнить историю Ива Многострадального, то мы видим, как бес ему вредил все, так сказать, усугубляя и усугубляя воздействие. С позволения Господа, да? Но, да, с того попущения Божьего, потому что сначала он там отнял богатство, но семья и здоровье сохранялись, потом отнял семью, но здоровье сохранялся. Потом Господь сказал, ну, отними у него и здоровье, только душу не трогай, да? То есть, если бы Господь разрешил, он мог бы и душу повредить Ива Многострадального. Соответственно, а тело он так повредил ему, что он просто, ну, вот, был в струпьях и в проказе, и, в общем-то, и от такого даже избавиться и выжить невозможно без воли Божьей, да, от такой болезни, если часто, выздороветь невозможно. Но Ивов Многострадальный по прошествии вот этого искушения, он все-таки был Господом опять восстановлен и здоровье, и семья у него, и богатство все это вернулось промыслом Божьим. Конечно же, здесь мы видим, что воздействие бесовское распространяется на все, что у человека есть. Если бы бесы захотели, они бы в мгновение, там, секунды буквально уничтожили бы весь род человеческий. Если брать вот такую, как бы, яркую аналогию, вот сейчас фильмы снимаются там про всяких зомби, про всяких таких вот людей больных, какой-то там заразы изражающихся, то вот если посмотреть на них как на бесноватых, то вы поймете, что вот если бесов Господь попустил, то весь род человеческий был бы таким вот бесноватыми зомби, которые уничтожили бы сами себя и сами, в общем-то, уничтожили бы мгновенно весь род человеческий на всей планете Земля. То есть все это держится только волей Божией, только Господь удерживает бесов от такого вот воздействия на род человеческий, на уничтожение его. То есть не нужен никакой метеорит там или какая-то там зараза, болезнь. Просто вот Господь позволит бесам, и они нас уничтожат за секунды. Но Господь любит нас, и поэтому пропускает быть только тому, что нам на пользу. Но вообще болезнь телесная, это уже как последствие болезнь душевной. То есть в первую очередь нужно направлять... Поражается сначала, да, душа, потому что мы понимаем, что все естество человеческое, оно взаимосвязано, и оно нельзя отделить одно от другого. То есть если душа повреждается, то непременно будет повреждено и тело, так как душа искривляется, так как в душе появляются духовные заболевания, оно обязательно повлияет на телесное здравие. И здесь именно оттуда, так сказать, все это возрастает. Поэтому если человек хочет исцеляться, то прежде всего надо начинать с души. То есть с исповеди, с причастия, с молитвы, с святынь, которые надо посещать, и перед которыми надо молиться, и прикладываться, и пользоваться молитвами святых угодников Божиих. Таким образом, мы можем сначала снять грех и страсти, как называется, болезнь душевной страсти, мы можем снять их со своей души, тем самым дав возможность уже восстановиться и телу. Ну, если вы посмотрите, то даже такие простые примеры из жизни, что человек гневливый, у него всегда, то есть эмоционально очень такой подверженный различным эмоциям неконтролируемым, то у него всегда давление скачет очень сильно. Если человек какой-то в унынии или еще что-то, у него какие-то, может быть, желчи, даже говорят, какой желчный человек, завистливые люди тоже, повышается количество желчи в нем. Это даже иносказательно в русском языке присутствует. И так далее. Если человек чревоугодием страдает, то у него желудочно-кишечный тракт, естественно, болезни начинаются. И вот это все... Самолюбие, беды. Сердце, наверное, болит. Да, от гордости, от самолюбия болит голова и сердце. То есть какими органами, ну, я уж не говорю о блуде, там страдают, естественно, органы человеческого размножения, естественно, потому что даже болезни такие Господь попустил быть, которые лишь через эти органы распространяются. И это все говорит только об одном, что не будь вот духовного заболевания, чревоугодия там или блуда, то не было и болезни телесной. И вот это все взаимосвязано. Или там наркотики, ну, тут уже вообще весь организм поражается сверху донизу, разрушается буквально, и человек сгорает просто там все. И набор болезней он сразу приобретает через это, и печень отключается, и все, внутренние органы, и психика. То есть разрушается полностью весь организм, то есть самоубийство такое происходит очень быстро. Поэтому, прежде чем человек выздоровеет физически, ему надо выздороветь духовно. Почему бесы стремятся в тела? Ну, так как бес, он духовное естество имеет, и он не может воздействовать напрямую на человека только через опосредованное, через какие-то обстоятельства и прочее, по попущению Божию, да, то, конечно же, если он находится в человеке, то ему это, во-первых, комфортно. То есть он, как человек, рассматривает, как свое жилище. Причем в этом жилище может не один бес присутствовать, а несколько бесов. Ну, вот из Марии Магдалины семь бесов было изгнано. Из Гадаринского бесноватого там две тысячи бесов было изгнано. Легион, говорили. Легион, да, а потом этот легион вселился в две тысячи свиней. И, соответственно, из одного человека, да, минимум две тысячи бесов вышли. Соответственно, для них это было такое вот хорошее прибежище, где они хорошо себя чувствовали, то есть им было там уютно в душе человека. Потому что душа человека обладает все-таки благодатью Божией, которая бесам все-таки необходим для жизни. Они же не могут, как ангелы, видеть Бога и этим питаться. Поэтому они опосредованно питаются через человека, через его страсти питаются той благодатью Божией, которую человек Господь дает для жизни. Они ее отнимают и этим пользуются. Поэтому они и вселяются в человека. Ну и тем более, знаете, как порулить, что называется. То есть, когда бес из человека вселяется, он начинает им полностью оладевать и полностью начинает им командовать. И человек даже отключается сознание, то есть как бы две личности минимум в человеке возникает, и он то это нормальный человек, то вдруг совершенно даже голос меняется, совершенно другая личность вдруг появляется в этом же человеке. То есть, когда женщина начинает говорить мужским голосом, но это явно не она. Я таких в своей практике священнической встречал. Исповедовал, прям вот мужским голосом из небес кричал. Соответственно, конечно же, такие люди большие мучения испытывают и, наверное, становятся верующим через вот такое мученическое жительство. Но для бесов это вот развлечение и комфорт. Для этого они и вселяются. Но нужно каждому знать, человеку, что, да, как святец говорит, у каждого человека есть ангел-хранитель, да, и у каждого представлен бес, который искушает, да? Ну да, сатана ведь он обезьяна Бога, да, то есть он обезьяничает, он повторяет за Богом. Господь представил нам ангела-хранителя, а сатана представляет своего беса-искусителя. То есть у каждого человека есть какая-то определенная страсть, которой он подверг? Через которую, да, бес пытается ее улавливать, потому что каждый от рождения имеет что-то, от родителей своих какие-то, к тем или иным страстям пристрастия, да, то есть, ну вот, если родители были, ну, допустим, не очень духовные, там, попивали, там, или, не знаю, погуливали, или еще что-то там, чем угодим, то, скорее всего, это передастся и детям по наследству. Потому что наследственность, она не только глаза, там, форма лица и тела, там, и цвет волос, нет, наследственность, она все, в том числе и психологические портреты людей, и в том числе и духовные качества людей, они также передаются по наследству. И здесь вот мы как раз понимаем, что бесы, они с малолетства, изучая того или иного человека, приставленные бес к этому человеку, он изучает ее и подбирает к нему ключики. Это предложит отказался, это предложит отказался, а вот это не отказался. Да, например, там, выпить человек, который не пьет, ему даже неинтересно это в этом смысле. Да, ему неинтересно. А вот украсть, а может, ему интересно станет, предложит украсть. Или соблудить. Или осуждать, это мы все любим осуждать. Отреваться, завидовать, то есть вот этих ключиков, приманок бесовских, их очень много, и кто на что попадается. И здесь уже и нужно быть очень, так сказать, бдительным и аккуратным в своих поступках, действиях и желаниях, чтобы избежать уловок этих бесовских. Потому что сам Господь говорит, что сатана ходит, как лев урекающий, желая и ища, кого бы поглотить. То есть забрать к себе и подчинить себе, сделать своим рабом. Вот это надо помнить, это не просто слова, так сказать, красивые, но далекие от жизни. Нет, это реальность нашей жизни. И, собственно, одна из побед бесов была в том, что они убедили большую часть рода человеческого, что их нет. Нет бесов, значит, нет искушений, значит, не с чем бороться. А чего бороться-то, если их нет? А если не надо бороться, значит, все нормально. Страсти – это, значит, нормальное естественное человеческое естество. То есть можно опускаться до свинячего, поросячьего визга, да, можно становиться там волком, можно становиться там еще каким-то там гадюкой, змеей там под колодной. Ну, много различных образов в русском языке есть, которые определяют различные страсти в том или ином человеке. И, конечно же, здесь мы понимаем, что если мы не идентифицируем своих врагов, то мы не сможем от них отбиться, мы не сможем их победить. То есть у нас отсутствует духовный иммунитет, который, собственно, и определяет, с чем надо бороться. И в этом суть одна из таких проблем духовной жизни. Да, и как раз святоцик говорит, что вот этот бес, который мы сегодня рассматриваем, немоты, да, глухой и немой, он обладает каждому человеку, кто не ходит в церковь, кто не хочет слушать Священное Писание, да, то есть он затворяет и уши, и то есть человека не проповедует, получается. И вот в Священном Писании мы видим множество там описано всяких вот бесов, да, видов. Там и немощи, например, женщина 18 лет скорченная была, да, не могла выправиться. И тут бесы были, да, и уныние, тут множество этих бесов, да. Но вот этот бес немоты, он, наверное, один из самых тяжелых. Ну, действительно, потому что он лишает нас самого важного в этом мире, это евангельской проповеди. Если ты глухой, ты не узнаешь о Господе Иисусе Христе. Ты не понимаешь, даже тебе вот покажут иконочку, но рассказать не смогут, что это такое, ты, естественно, эту информацию в себя не возьмешь и не изменишься и не уверуешь, что самое страшное. То есть без глухоты и немоты он отрезает нас от веры и от проповеди Христовой, потому что если я глухой, я не слышу, если я немой, я и прославить Бога не могу. И проповедовать Евангелие, соучаствовать в этом христианском проповедании, я тоже не могу, потому что я немой. И, конечно же, это очень горько и страшно, и человек такой, действительно, жизнь свою проживает во мраке духовном. И противопоставить, да, что-либо сложности. Например, там, без ублуда можно чистоту, да, целомудрие какую-то. То есть можно что-то противопоставить. То есть есть что противопоставить? Все молчит, тишина. Да, если чревоводие, пост, там, злоба, милосердие, то есть, ну, везде гордость, смирение. А здесь чего? Вот молчит, и все. И не слышит, и все. Ничего не противопоставит. То есть, ну, только чтение, если вот читать. Только человек научится через чтение что-то такое и то. И очень трудно научить чтению, потому что у него нет... И желание нет. Да, и желание, и понимание, а зачем это? То есть это с детства надо к этому человеку приучать. Но даже немота не только касаемо Евангелия и глухота. Есть люди, которым даже просто разговор о смерти. Вот там умер, ой, не надо об этом говорить. Вот там в церковь, да, зачем об этом говорить? То есть люди уже затыкают сами уши, то есть делают себя глухими и немыми, даже не касаемо Евангелия, а касаемо простых, обыденных вещей. Смерти человека, болезни человека, или того, что человек сходил в церковь, позвал батюшку осветить дом. Они даже слышать об этом не хотят. Некоторые люди таким образом приобретают себе глухоту и немоту искусственно, не будучи глухими и немыми с детства от рождения. И это еще хуже. Смерть – это единственное, что нас неизбежно просто всех ждет. Да, но вот самое удивительное такое человеческое качество, что мы о смерти даже думать не хотим. Мы даже слышать не хотим об этом. Хотя это именно то, к чему мы двигаемся неуклонно, постоянно, каждую минуту своей жизни. Спим, мы едим, гуляем, радуемся, плачем или еще чем-либо занимаемся. Работаем там или охотимся, или там, не знаю, рыбалки сидим. Мы приближаемся к смерти каждую секунду нашей жизни. Но об этом совсем не думаем. И вот это, конечно, удивительно, насколько бесы смогли отнять у человеческого рода вот это вот самое, ну, такое аксиому нашей жизни. Что мы умрем. А святые отцы, они как раз наоборот тренировались, да? Они там каждую ночь размышляют о том, что они эту ночь могут не пережить, там, или там ночью переживут, день не переживут. И таким образом человек, когда знает, что на пороге смерти он стоит, да? Даже некоторые там ложились в гроб, в гробу спали, да? Вот, то есть, и это не дает человеку грешить. Ну, или спали в гроб, или ставили его в синях своей кельи, там, или дома. Сделали гроб, там, и вот он стоит. И они каждый день выходя или входя... А у нас, попробуй, пенсионерку поставить гроб. Сейчас пенсионерке, даже если предложить батюшку вызов, чтобы пособоровали, что я говорю, меня хоронить, что ли, собрались? Да, почему-то так, соборование. Да, все это значит по хоронам, а не наоборот, к тому, чтобы жить и более здравым быть. Хотя в Священном Писании как раз написано, если вы заболели, позовите пресс-фитера, он вас помажет, да? Про соборование идет речь. Он помажет маслом, почитает Евангелие, и вы выздоровеете. То есть соборование, оно не к смерти, оно к жизни, наоборот. И вот, но эти реакции, они как раз вот из ряда вот этого глухого и немого беса. И они выработаны в душах людей неверующих, которые про бесов не хотят слышать, про смерть не хотят слышать. И живут, ну, как вечные, вот как будто я вечный, здесь буду жить. А потом, когда смерть все-таки приходит, их объявит страшнейший ужас, потому что они понимают, что мы же не готовились, мы же ничего не сделали для того, чтобы хоть как-то подготовиться к смерти. Почему? Да потому что слышать они не хотели. А ведь святые отцы, они очень хорошо говорят, что память смертная избавляет от грехов. То есть, если человек память смертная имеет в себе, то он старается и не грешить, но если согрешает, то он сразу же из-за памяти смертной исповедует этот грех. То есть, старается сохранять душу в чистоте так или иначе. И в этом только память смертной помощницы, больше ничего. Да, сколько внезапных смертей. Особенно сейчас, особенно вот эти ковидные истории, когда человек вот... Тром поторвался и все. Да, да, все, вот оно раз, заснул и не проснулся. Или история, ну а уж я не говорю про военные операции, там просто совершенно непредсказуемо, что когда произойдет. И это, конечно же, мы... Через вот это Господь нам также показывает и напоминает о том предназначении человеческой жизни, смерти, чтобы мы об этом помнили. И для этого пускает и болезни, и какие-то скорби, и какие-то войны и прочее, чтобы мы об этом знали, помнили. Потому что если бы мы сейчас жили бы припеваючи, и не было бы никаких проблем, ну вот внезапно исчезали бы из этой жизни, будучи совершенно в припевающем таком состоянии, по абсолютно греховном состоянии души. Вот это вот самое страшное. Да, кроме того, по опыту святых отцов, да, человек, когда живет с Богом, он как раз не только даже не боится смерти, да, он ее ждет, т.д. И апостол Павел говорил, да, что смерть – это приобретение, Христос – это жизнь, да, а смерть – это приобретение. Вот, и когда человек с Богом живет, он перестает бояться смерти. Ну, действительно, такой человек, который живет с Богом, он понимает, что он уже с Богом живет. Здесь ли он или уже перейдет через смерть, там ли он, он везде будет жить с Богом. То есть для него уже Царство Небесное, оно пришло только не снаружи, а внутри, в душе человека, такого верующего человека уже есть Царство Небесное. И, конечно, человек, который пребывает в Царстве Небесном, хотя бы и внутри себя, он уже совершенно безбеден, бесскорбен, и он радостен уже, как Серафим Саровский говорил, радуйтесь, да, всем, кого встречал, всем желал радости. Почему? Потому что радость, истинная радость – это Царство Небесное. И здесь мы как раз говорим о том, что вот эти все наши перипетии борьбы с бесами, борьбы со страстями, какие-то моменты памяти смертной или еще чего-то, они именно для того и направлены, чтобы мы все-таки обрели радость и внутренний мир покоя в Царстве Небесном, внутренним. Тогда, когда мы выйдем уже из тела, то есть когда умрем, мы также в Царстве Небесном окажемся, только уже выйдя из этого земного грешного мира. Дальше, может быть, и не заметив. Ну, не заметив, не получится, потому что тело все равно, оно, так сказать, останется здесь, и человек будет себя по-другому чувствовать, по-другому зрение, по-другому будет. Он будет уже видеть ангела, будет видеть бесов, и это невозможно не заметить. Это как мимо слона не пройдешь. Ну, это полезно. Как преподобный Иосиф Всехас, да, как ему было сказано, что Богородец за ним придет, там, в назначенный день, он все, сел, там, всех пригласил, и вот ждал уже вечер, а не приходит... Никого нету, да. Да, никого нету, и все. А потом, когда все-таки он взраптал даже немного, да, что, ну, как же ты же обещал. Ну да, и люди вроде разошлись, кого он позвал попрощаться, а потом вернулись, ну, на некоторое время отошли, там, по своим делам вернулись, а он уже отошел ко Господу. Вот такая смерть легкая, вот незаметный переход. Ну, такие смерти не только, вот, у, так сказать, затворников, там, или схимников, или монаш, стоящих, там, где-то на горе Афон, или в монастырях, но и в миру такие же смерти были, особенно на Руси. Много описывается таких праведных людей, живших в семье, стареньких уже. Они говорят, так, завтра всем собираться. Я завтра с утра пойду в баньку, переоденусь, а после обеда я отойду ко Господу. Но вот в обед вы соберитесь, я со всеми вами попрощаюсь. То есть, даже планировали, в баньку сходить надо, там, переодеться, попрощаться. Как в фильме «Остров», да, наверное, многие смотрели. Да, да, там как раз это изображено, как вот там, да, старец, да, это так же и сделал. То есть, мы, вот для нас это какое-то, что-то не от мира сего, что-то такое удивительное, а это раньше происходило в каждой деревне практически. Такие кончины праведных людей происходили в каждой деревне. И поэтому для людей было странно, а как это в это не верить, если это происходит? А сейчас для нас странно, что даже слова об этом странно. Грустно, что мы так расслабились и так в вере отошли от своих истоков. Вернемся к нашему отрывку, Иванович. Почему фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя бесовского? И кто такой Вильзевул? Вильзевул, ну, с финикийского, по-моему, наречия, это господин, князь, мух и всякой нечистоты. Поэтому Вильзевул – это князь над бесами, над всякой нечистотой. Ну, то есть бесы, как мухи, то есть их много, а нечистота там еще больше, да, уж более нечистые, чем падшие ангелы, я думаю, невозможно что-то либо представить. Поэтому здесь вот так и назван князь Бесовский Вильзевулом. Значит, почему про господа так говорили фарисеи? Потому что у них не было выбора, то есть они не могли отрицать явный факт чуда, который видели тысячи людей, которые наблюдали исцеление бесноватых и выход из них бесов. Они все это видели собственными глазами, поэтому было бы глупо сказать, да нет, ничего не было. То есть все это было. Соответственно, как это оспорить? Ну, только клеветой. Поэтому придумали такую версию, что да нет, это, ну да, действительно это было, да, мы с этим не спорим, но это не из-за божьей силы, а из-за силы бесовской это все происходило. То есть клеветали так. То есть это чистые клевета по зависти, по злобе и по духовной нечистоте. То есть они не хотели подчиниться все-таки проповеди евангельской Господа, хотели остаться в своих каких-то мнениях, и поэтому всячески отрицали божественность Иисуса Христа. Такие важные слова, да, Господь говорит? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот расточает. Что означают все слова? Ну, действительно, кто не со мной, тот против меня. Вот в чем здесь смысл сказанного? Наверное, в том, что сам Господь, Он пришел сюда, чтобы собрать, да, Он даже так и говорил, что я хотел бы собрать вас, как птица собирает своих птенцов, под крылья свои, но вы не узнали времени посещения, когда Он плакал, глядя на город Иерусалим с Елеонской горы. То есть, и здесь Он об этом же говорит, что кто не со мной, тот против меня. Если вы меня не приняли, то большего, чем я, никого не будет. Ну, действительно, кто может быть больше Бога? А здесь сам Бог явился человеком, и человеки его отвергли. И если человеки отвергли Бога, то кто же еще более высокий может к ним прийти? Значит, у них больше нет шансов быть с Богом, как только быть со Христом. Если они отвергли Христа, они отвергли Бога. И сам Господь так и говорит, что если вы меня не принимаете, вы не принимаете и пославшего меня Отца. То есть, всю Троицу не принимаете. И Духа Святого клевещите. То есть, в данной ситуации фарисеи, называя его Вильзевулом, они хулили Духа Святого, потому что в Господе Иисусе Христе был Дух Святой. А они говорили, что в Нем Дух Бесовский. То есть, они хулили Духа Святого. И здесь мы видим, что отрицая Христа, фарисеи отрицали всю Святую Троицу. То есть, они, значит, и Бога Отца, которого в Ветхом Завете, да, вот они, так сказать, проповедуют, они и Его отринули. Через того, как отринули Сына Божьего, Мессию, Христа. Соответственно, над ними совершилось и пророчество Моисея, пророка, который за две тысячи лет до этого сказал, что если вы не примете его, то вы будете народом, отверженным Богом, и Господь вас рассеет. Что, собственно, произошло? Господа распяли в 33 года, в 67 году Иерусалим исчез, его Тит просто стер с лица земли. Всех евреев, которые восстали против Римской империи, захвачены были. Кого-то убили, а кого-то просто продали в рабство. И было там около 300 тысяч в рабство продано. И в связи с таким наплывом на рабские рынки народа, цены упали очень сильно. Их всех продавали по 30 сребреников, как некогда они оценили Господа. То есть здесь мы видим, что все, что Господь говорит, все совершается. Просто, ну, вот прошло 30 лет после распятия Христова. И что? Но оно все равно пришло. Рано или поздно, но воля Божия совершается. И пророчества Божии совершаются. Да, Господь их может отодвинуть по милосердию к роду человеческому, чтобы дать возможность покаяться, исправиться, измениться и все-таки спастись. Но если Господь видит, что человек не хочет этого делать, и не пользуется милосердием Божиим, и отринув полностью предложенный ему путь спасения, тогда Господь посылает уже меч, то есть наказание. Что, собственно, и было с Иерусалимом. Там больше 2,5 миллионов он погибло. Да, это касается, что там, начало, да, нашего, нашего, то есть нулевой век, да, от Рождества Христова. Что касается нас, вот хотелось бы тоже разобраться, как раз вы заговорили про холу на Дух Святого. И вот эту историю евангельцу я описываю три евангелиста, да. И вот евангелист Марк эту историю заканчивает такими словами. Истинно говорю вам, будут прощены с нам человеческим все грехи и хуления, какие бы ни хулили, но кто будет хулить Дух Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый Дух. Это очень такие страшные для нас слова, да, что не будет прощено вовек, это именно хула на Духа Святого. Что это такое, вот как нам понять, разобраться? Ну, здесь прямо и сказано, что здесь хулили Духа Святого, потому что говорили, что в нем не Дух Святой в Христе, а Дух нечистый. Это прямо впрямую отвергали, ну вот, то, что невозможно было, так сказать, отвергнуть. Ну, это вот они, а мы? В нашей ситуации мы также отвергаем, ну, некоторые отвергают Духа Святого, говорят, что и хулят Духа Святого. Отвергай таинство, например, потому что таинство совершается Духом Святым, и тот, кто хулит таинство, причастие и прочие семь таинств. То есть отвергает и не участвует, да? Не участвует, хулят, клевещут и прочее. Они хулят на Духа Святого. Ну, и потом, ведь жизнь человеческая, она дается именно Духом Святым. То есть Духом Святым всякая плоть живится. То есть мы оживляемся, мы Духом Святым. И если мы Духа Святого в себе хулим, то мы фактически сами себя убиваем, и поэтому спастись никак не сможем. Мы свою же жизнь отвергаем. И еще один грех непрощаемый – это грех самоубийства, потому что так же отвергается жизнь, дарованная Духом Святым. Вот эти два греха, которые, конечно же, человек сразу попадает в ад. Их уже как вымолить невозможно практически, да? Поэтому здесь мы должны четко понимать, что то, что явно истина, ну вот как фарисеи или первосвященники, они же видели воскресение мертвых, они видели хождение по воде, они видели исцеление прокаженных, которые сейчас мы не можем исцелить, они видели бесноватых, которых Господь избавлял от бесов. Они видели множество чудес и все равно хулили. Но ведь все эти чудеса творились благодатью Духа Святого. И, соответственно, что они себе? Они себе полностью закрыли путь ко спасению через эту хулу. Вот здесь и мы должны четко понимать, что ни в коем случае хулить. Церковь, Таинство, Духа Святого и прочие моменты ни в коем случае нельзя. И вообще нам, наверное, нужно быть очень осторожными. Мы любим себя осуждать, да? И вот когда мы осуждаем, мы же можем, сами того не осознавая, да, даже какой-то дар человека. Мы можем осудить его. То есть получается, дар Духа Святого мы можем осудить таким образом? Ну, если мы осуждаем человека, тогда мы осуждаем человека. Если же мы говорим не о человеке, а о его даре, то есть осуждаем дар, тогда мы можем действительно, ну, как вот там Серафим Саровского, некоторые говорили, что он в прелести находится. Например, тоже дар слез, да, мы можем... Говорят, что это актерство. То есть, ну, здесь мы вообще, надо помнить, что нам никто нам не давал право кого-либо судить. Это право есть только у одного существа, у Бога. И присваивать это право самому себе, что я вот знаю, где истина, где ложь, я знаю, где правда, где справедливость. Я вот сейчас буду, так сказать, оценивать и разбирать ту или иную жизнь человеческую, но такую прерогативу на себя брать, ну, это, по крайней мере, не скромно, а, с другой стороны, это просто глупость, которая граничит с безумием. Человек, который осуждает другого человека, он стоит на место Бога, а он про себя-то ничего не знает, как он может говорить о ком-то другом. Поэтому ни в коем случае осуждать нельзя. Что означает «собирать с Господом» и «расточать»? Ну, собирать с Богом, это, если конкретно об одном человеке говорится, то это говорится о его добродетелях. То есть с Богом мы собираем те дары благодати Духа Святого, которые Господь нам дарует, и мы с вниманием их собираем внутри себя. Если мы этого не делаем, мы расточаем, то есть мы теряем дары Духа Святого и закапываем свои таланты в землю по другой притче. Если это касается более широкого круга людей, то собирать можно души человеческие, ведь Господь это говорил апостолам, а перед этим Он сказал, что «я вас сделаю ловцами душ человеческих». И Господь собирал души человеческие и продолжает собирать Царство Небесное. Соответственно, тот, кто собирает и приводит души человеческие к Богу, ко спасению, он также с Господом и будет. А тот, кто, наоборот, расточает души человеческие клеветой, осуждением и прочими злыми делами, то есть таким образом препятствуя душам людским спасаться, то, конечно же, он не спасется, он в ад пойдет. – Ну и для нас самое простое – это собирание добрых дел, да? Ведь, как Господь сказал, если ты посидишь больного, да, если там подашь кружку, да, то есть немощно их посещать, утешать. – Это касается, если каждая единолична, то да, то те заповеди блаженств, блаженны нищие духом, милосердием, там, и кротостью, там, да, и терпением и прочее, прочее, то есть все девять заповедей блаженств, это касается каждого из нас. И это как раз собирание этих блаженств внутри себя. Ну, а самое простое – это просто милостыня и помощь ближнему в любых обстоятельствах. Это тоже собирание добрых дел. – На чем будет основана оценка жизни человека на суде Божьем? – Сам Господь об этом сказал, что на страшном суде Он скажет, вот вы меня посетили в больнице, в тюрьме, вы меня накормили, вы меня напоили, вы меня лечили, одели, войдите ко мне в Царство Небесное. А другим, в другой части человечества Он скажет, что вы меня не посетили в тюрьме, в больнице, не накормили, не напоили, не одели, отвергли меня. Вы идите уже в другое место, в адские бездну. Соответственно, в этом и будет являться оценка человеческой жизни. То есть по плодам оценивается древо, Сам Господь говорит. И те плоды, которые мы приносим в этой жизни, они, собственно, и будут определяющими на страшном суде. Вот надо взвесить свои плоды, и если сзади вас только чернота и ничего доброго нет, то как же вы думаете тогда на страшном суде спасаться? Чем? Нечем спасаться. Поэтому хотя бы какие-то плоды добрых дел приносите. У нас осталось всего немножко времени, там полторы-две минуты. Пожалуйста, вам заключительное слово к сегодняшнему нашему такому отрывку евангельскому. Ну, всем пожелаю поменьше, конечно же, таких искушений весовских иметь в жизни. Для этого, конечно же, покрепче и поближе быть с Господом в течение всей своей жизни. Ну, и помнить, что искушения весовские происходят только по попущению Божьей. Поэтому, если мы будем с Богом, то нам ничто не страшно. Хотя бесов вокруг нас очень много. Благодарю вас, отец Леменин, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Продолжение следует...